Здравствуйте, дорогие коллеги! Очень приятно быть сегодня в Казани, замечательном городе, гостеприимный очень город. Мы очень любим здесь бывать, уже неоднократно бываем. Сегодняшний мой доклад посвящен новым подходам в терапии профилактики иммуно-опосредованных заболеваний. Вначале коротко хотел бы рассказать о нашем институте, директором которого я являюсь. Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России является ведущим государственным научным центром в стране по вопросам агрегологии и клинической иммунологии. Мы состоим из трех больших подразделений. Это наука, клиника и центр для доклинических исследований. Это институт токсикологии в городе Серпухов, наш филиал. Мы его присоединили буквально недавно. У клиника порядка 200 сотрудников. Это высокопрофессиональные специализированные сотрудники, которые оказывают профильным пациентам, а это и бронхиальная астма, топический дерматит, различные воспалительные поражения как верхних, так и нижних дыхательных путей. У нас клиника, коечный фонд составляет порядка 200 коек. Также есть поликлиническое отделение. Научное отделение порядка 350 сотрудников. Задача это исследование, создание, разработка новых молекул, тестирование новых лекарственных, профилактических, диагностических препаратов. Ну и опять-таки присоединение филиала в Серпухове, Центр по доклиническим исследованиям, позволило нам воплотить нашу мечту в жизнь. То есть, в принципе, мы можем проводить исследования полного цикла в нашем институте. От идеи создания новой молекулы, тестирования ин-витро, ин-виво в доклинических исследованиях. И наша клиника, она также очень давно и успешно участвует в клинических исследованиях лекарственных препаратов. То есть, опять-таки, вот полный цикл от идей до вывода на рынок лекарственных, новых лекарственных препаратов. Все это мы можем проводить у нас в институте. История у нас достаточно славная. В прошлом году мы отметили 25-летие. Основанный институт был в 1983 году академиками Петровым и академиком Хаитовым. У нас, мы гордимся нашим кадровым составом. У нас два академика Российской Академии наук, два членкора, профессора, доктора наук, кандидата наук. Также, да, за 25-летнюю историю мы горды тем, что получали самые основные престижные премии, причем как Российской Федерации, так и государственная премия, премия правительства Советского Союза, Ленинский комсомол, премия Мещникова, ну и ведущих зарубежных обществ. И в частности, в прошлом году мы получили награду от Венского медицинского университета за лучший совместный научный проект. И опять-таки, за 25 лет нашими сотрудниками было успешно выведено на рынок и используется уже в практическом здравоохранении большое количество иммуномодулирующих препаратов, которые на слугу, я думаю, вам известны, вакцинных препаратов, ну и диагностическое оборудование. Все это на сегодняшний день внедрено и успешно используется в клинической практике. Также коротко о Российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. Президентом является академик Рахим Мусаевич Хаитов. Объединяет порядка трех тысяч специалистов, аллергологов и клинических иммунологов по всей стране. Регулярно проводим образовательные мероприятия. Это Конгресс РАКИ, кстати, который состоится на следующей неделе в Москве с 22 по 24 мая. Мы вас все ждем, приезжайте, участие бесплатное. Школы, аллергии, семинары. Мы очень активно участвуем в деятельности Европейской Академии аллергологии и клинической иммунологии. Это ведущий орган в мире по данной проблематике. Я являюсь членом исполнительного комитета Европейской Академии, переизбран на третий срок был и сейчас являюсь председателем экзаменационного комитета также Европейской Академии. Это очень важно, потому что мы полностью интегрированы в основную европейскую и мировую сеть, благодаря чему наши пациенты получают лечение в соответствии с последними ведущими методическими и клиническими рекомендациями. Образовательные наши программы абсолютно находятся в авангарде мировой науки в области аллергологии и клинической иммунологии. Опять-таки, сайт raki.ru, регистрируйтесь, большое количество полезной информации. Онлайн мы проводим конференции, онлайн также можем проводить консультации по тяжелым случаям, так что вот тоже имейте в виду. Ну, наконец, если переходить к теме доклада сегодняшнего, это иммуноопосредованные заболевания. Это очень большая группа заболеваний и большую важную роль, безусловно, играет аллергические заболевания. По нашим данным и по данным Европейской Академии, на сегодняшний день порядка 30% населения Земли страдает от различных форм аллергических заболеваний. Более того, предполагается, что в течение 15 лет уже порядка половины населения Земли будет страдать от той или иной формы аллергической патологии. Ну, каковы же причины? Безусловно, это генетическая предрасположенность, нарушение иммунного ответа, всяческие внешние воздействия, питание, возраст, стресс. Безусловно, окружающая среда. И, конечно, загрязнение окружающей среды. Известно, что так называемые аэрополютанты служат катализаторами возникновения аллергических реакций и воспаления верхних и нижних дыхательных путей. Безусловно, это инфекция, состояние микробиоты. Ну и, как и в последнее время стало известно, это global warming, то есть повышение температуры, из-за чего происходит более активное и мощное пыление аллергенных растений. Таким образом, мы и наши пациенты все больше и больше подвергаемся экспозиции различных аллергенных молекул. Ну, если говорить о России, то в плане аллергии, то здесь, конечно, у нас своя чума. Это береза. И вот мы с Рудольфом вчера, когда ехали из аэропорта, обратили внимание, что в Казани, в общем, да, мы видим, что огромное количество березовых растений. Березовые рощи в России по площади занимают третье место после хвойных и смешанных лесов. Ну, вот именно физические, физико-химические свойства березы позволяют ей легко разноситься, пыльцы березы позволяют ей легко разноситься на большие расстояния. Размер порядка 20 микрон обеспечивает легкое проникновение в дыхательные пути. И, таким образом, зачастую люди думают, что березовая аллергия, березовая пыльца, что атопический ренит, аллергический ренит, поражение конъюнктивы, ну, конечно, неприятно, но жить можно. На самом деле это не совсем так, потому что вот именно вот эти физические свойства пыльцы обеспечивают ее проникновение в нижние дыхательные пути, очень тяжелые поражения нижних дыхательных путей. И, как мы это видим, зачастую, к сожалению, с очень тяжелыми исходами и даже летальными исходами. То есть, на самом деле, проблема, конечно же, очень серьезная. Вот, собственно говоря, по этой причине нами была создана команда. Это российская часть под моим руководством, ну и австрийская часть под руководством профессора Валенты. Он будет доклад делать следующий. И профессор Валенты является пионером в области молекулярной аллергологии. Он первый охарактеризовал мажорный главный аллерген пыльцы березы БЭТВ1. И, соответственно, в данном проекте основной задачей его является посредством различных способов, о которых я буду говорить, и механизмов, и подходов. Это, безусловно, разработка новой, принципиально новой рекомбинантной терапевтической и профилактической вакцины против пыльцы березы. Нужно сказать, что мы достаточно давно сотрудничаем с профессором Валентой. И вот в 2017 году нам удалось получить мегагрант от правительства Российской Федерации. Это самый большой, самый престижный научный грант в Российской Федерации. И мы очень горды, что мы вместе с профессором Валентой получили его на очень серьезной конкурсной основе. И сейчас профессор Валент является заведующим лабораторией молекулярной аллергологии у нас в институте. И мы успешно выполняем данный проект по изучению аллергии к пыльце березы, характеристике его на молекулярном уровне. И, соответственно, венцом этого всего должна стать разработка вакцины. Итак, успешно прошел первый год проекта. И хотелось бы сегодня с вами поделиться теми результатами, которые мы имеем на сегодняшний день. Итак, в проекте запланировано кортирование ИГЕ и БИДЖИ и ПИТОПов, распознаваемых пациентами с аллергией к пыльце березы, поиск ассоциаций между клиническим фенотипом, тяжестью течения заболеваний и профилем реактивности, BAT-V1, антителк и связанным PR10 с аллергенами, изучение BAT-V1-специфического Т-клеточного и цитокинного ответа у пациентов, оценка аллергенных свойств яблок. Почему это важно? Потому что, как я думаю, вам известно, BAT-V1, MAD-V1 – это перекрестно реагирующие аллергены, основной аллерген пыльце березы, основной аллерген яблока. И, конечно, безусловно, как я уже сказал, создание вакцины, композиция, ее оптимизация и, соответственно, тестирование специфической активности и безопасности. Итак, на первом этапе исследования нами был определен профиль EGE и EGG иммунного ответа к BAT-V1 и BAT-V1-связанным аллергенам. Для этого нами была набрана группа из 200 детей в возрасте от 10 до 16 лет. В итоге исследования были включены в соответствии с опросником Айсек. 103 ребенка с симптомами EGE ассоциированной аллергии и 97 детей без симптомов аллергии. И вот при определении профиля EGE с инсибирацией к BAT-V1 мы обнаружили, что, безусловно, с большим преимуществом лидирует BAT-V1, то есть определяли специфический EGE антитилак BAT-V1 и на втором месте кошка. Это то, что касается аэроаллергенов. На третьем месте ольха, но, опять-таки, это тоже семейство березовых. Любопытные данные мы получили при определении профиля EGE иммунного ответа по отношению к пищевым аллергенам. Казалось бы, такая большая проблематика. И, как вы видите, все основные аллергены, которые находятся на первом месте, это лесной орех, яблоко, арахис, персик, соя, все они перекрестно реагируют с пыльцой березы. То есть, опять-таки, мы видим, какой огромный вклад вносит береза в аллергическую сенсибилизацию наших пациентов. А то, что касается аэроаллергического синдрома, который часто возникает, в частности, при употреблении, например, яблоко у пациентов сенсибилизированных, мы обнаружили, что у данных пациентов уровень специфического EGE B2-1 достоверно выше, видите, зеленый столбец по сравнению с пациентами с другими клиническими проявлениями, а именно аллергический линит, что интересно, даже бронхиальная астма и атопический дерматит. Более того, в тесте базофильной активации мы также продемонстрировали, что пациенты с аллергией на пыльцу березы, с оральным аллергическим синдромом на яблоко проявляют более высокую чувствительность. Вы видите, дегновуляция начинается на очень небольших концентрациях, 1 нанограмм на миллилитр, и мы видим хорошую дозависимый эффект. Ну и схожая картина наблюдается при активации MALDI-1. Мы провели также картирование EGE и EGG-пытопов, распознаемых пациентами с аллергией к пыльцеи березы. Ну, как и ожидалось, безусловно, у пациентов B2-1-позитивных наблюдалось большое количество EGE-антител. Интересно, что в отношении EGE-антител мы также наблюдали большое количество антител, причем как у B2-1-позитивных, так и у пациентов без аллергии. Ну, казалось бы, почему, да? Мы известны, что EGE-антитела, они являются протективным свойством, то есть, казалось бы, почему возникает все равно аллергическая реакция. Вот эти данные сейчас на слайде не приведены, но мы продемонстрировали, что EGE-антитела, они реагируют с конформационными эпитопами на B2-1, а EGE-антитела с линейными, то есть реактивность происходит на разные эпитопы, за счет этого у пациентов с аллергией развивается аллергическая реакция, и EGE-антитела не обладают протективным эффектом. Также мы продемонстрировали, что у пациентов как с аллергией на B2-1, так и у неаллергии наблюдается Т-клеточная пролиферация B2-1. Береза является таким мощным иммуногеном, что даже у неаллергиков все равно остаются следы, то есть, имеется вот эта иммунологическая реактивность, мы ее видим, которая, по большому счету, наверное, в дальнейшей жизни может привести также к развитию аллергической сибироцидов, даже у тех, у которых на сегодняшний день симптомов не наблюдается. Также нами были созданы три вакцинные кандидатные конструкции. На основе белка PRESS-1, это белок, входящий в состав гепатита B, он имеет мощную иммуногенную активность и был использован для активации иммуногенного ответа по отношению к иммуногенным эпитопам березы, первая конструкция, березы и яблоко, вторая конструкция и только яблоко. Мы продемонстрировали, что данные рекомбинантной конструкции, рекомбинантные вакцины практически не проявляют никакой ИГЕ реактивности, то есть, являются безопасными и на сегодняшний день мы занимаемся тестированием иммуногенности данных конструкций. Ожидаем, что в ближайшее время продемонстрирована специфическая активность, а тест сможем уже непосредственно перейти к доклиническим исследованиям данной вакцины. Учитывая ее безопасность, мы совместно с профессором Валентой ожидаем, что ее можно будет применять как у беременных, так и у совсем маленьких пациентов. Таким образом, надеемся полностью искоренить аллергию к пыльце березы, в принципе. Вот надеюсь, что нам это удастся. Но если переходить к другим, у наопосредственным заболеваниям тоже очень большая проблема. И активно мы занимаемся в нашем институте, и причем как, естественно, с работой с пациентами, так и с точки зрения разработки новых лекарственных препаратов, то это, безусловно, бронхиальная астма, которая является самым распространенным хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей. На сегодняшний день порядка 300 миллионов пациентов в мире всего. Нужно сказать, что заболеваемость растет, и также наблюдается тенденция к увеличению и к более тяжелому течению с порядка 250 тысяч летальных исходов в год. В России официально зарегистрировано порядка полтора миллиона пациентов, но мы считаем, что реально их, конечно, гораздо больше, и цифра, наверное, больше 6 миллионов уже. Ну, если говорить о механизмах аллергического ответа при бронхиальной астме, то, как вы видите, как вам безусловно известно, это очень серьезное мультифакторное заболевание, в котором задействованы большое количество провоспалительных молекул, клеток, цитокинов, их рецепторов, и, безусловно, необходимо для более концентрированного, более, скажем так, направленного терапевтического эффекта определить те биомаркеры, которые играют важную роль вот в патогенезе данного заболевания. Нужно сказать, что мы совместно с специалистами из Imperial College London провели данные исследования. Это были исследования, клинические исследования у пациентов с бронхиальной астмой, где в бронхиоливарном лаваже обнаружили повышенное содержание интерлекина-4. Ну, а из литературы вам известно, что интерлекин-4 является одним из основных цитокинов, т-хелперов второго типа, то есть иммунного ответа, характерного для развития аллергических и атопических реакций. Ну, основные свойства, я думаю, вам, безусловно, известны, они перечислены на слайде. Это, безусловно, сформирование иммунного ответа второго типа, характерного для аллергии. Мы предположили, что если мы сможем заблокировать интерлекин-4, мы сможем отменить эффекты так называемого интерлекин-4 и интерлекин-13 сигнального пути, что позволит снизить гиперпродукцию слизи, гиперчувствительность дыхательных путей, их ремоделирование, в принципе, снизить воспалительный иммунный ответ, что позволит значительно улучшить состояние дыхательных путей при данном воспалительном заболевании. Ну, нужно сказать, что мы пошли по пути создания препарата, функционирующего на основе антицитокиновой терапии. На сегодняшний день это очень распространенное направление, успешное направление. Большое количество препаратов уже на сегодняшний день зарегистрировано функционирующих по механизму антицитокиновой терапии. Ну, и это в основном моноклональные антитела, которые нацелены либо к самым антицитокинам, либо к их рецепторам. Эти препараты, они высокоэффективны и используются на рынке. Но есть одна большая проблема с этими препаратами. Они очень дорогостоящие. То есть вот недавно появился Дупилумаб. Прекрасно работает в отношении атопического дерматита. И по астме уже хорошие клинические результаты. Но стоимость порядка 50 тысяч долларов в год и пожизненно. То есть понятно, что далеко не каждый может себе это позволить. Поэтому мы решили пойти по своему пути. И мы решили использовать механизм интерференции РНК для создания этих антицитокиновых препаратов. Механизм интерференции РНК – это РНК, зависимый механизм регуляции экспрессии генов. Коротко, химически синтезированные двухсподичные молекулы РНК при внедрении в клетку раскручиваются и антисмысловая часть нацеливается на молекулу МРНК таргетного гена. Таким образом, можно заблокировать и значительно снизить экспрессию практически любого целевого гена. Этапы пути, этапы исследования. Это в первую очередь соответствует имеющимся программным испечением отбор последствий МРНК, МИРНК, малых интерференций РНК, инсилика, синтез библиотек МИРНК и отбор наиболее эффективных вариантов, наиболее эффективно блокирующих экспрессию уже инвитро. Дело в том, что проблема с МИРНК в лоббильности, в живых системах, безусловно, они сильно деградируют за счет наличия ИРНК, других агрессивных факторов. Поэтому также необходимо было нам разработать эффективные носители для адресной доставки молекул МИРНК. И здесь также мы разрабатывали эти носители, тестировали их эффективность и в конечном итоге обнаружили катионные пептиды, которые хорошо взаимодействуют в данной композиции и непосредственно хорошо доставляют МИРНК в тот компартмент клетки, где они оказывают наиболее эффективно, способны оказывать свою функцию, то есть блокировать экспрессию интерлекина-4. Ну вот здесь вот этапы исследовательского пути. Было порядка отобрано восьми последовательностей молекул МИРНК, которые были тестированы в культуре клеток инвитера, экспрессирующие и продуцирующие интерлекин-4. Были отобраны варианты наиболее эффективно, подавляющие продукцию интерлекина-4. Затем данные молекулы МИРНК были тестированы на модели бронхиальной астмы инвива на мышах. Это тоже экспериментальная модель, в альбумин индуцированная, тоже разработка уникальной нашей группы в нашем институте. И мы продемонстрировали, что молекулы МИРНК в данной модели хорошо снижают экспрессии продукции интерлекина-4, что очень важно улучшает функцию дыхательных путей и у мышей с экспериментальной бронхиальной астмой. Здесь мы продемонстрировали, что улучшается состояние дыхательной функции, фактически до уровня нормы возвращается, и также снижается воспалительный процесс, количество изнофилов, нитрофилов в бронхах. На основании данных исследований был создан кандидатный лекарственный препарат, кодовое название СЛ-4-ЛТП. В состав которого вошли молекулы МИРНК против интерлекин-4 и катионный пептид в массовом соотношении 25 к 1. Были проведены доклинические исследования данного препарата, где мы продемонстрировали специфическую активность данного препарата. препарат локально подавляет экспрессии гена интерлекина-4 и эффективно снижает гиперактивность дыхательных путей. На машинной модели это я уже говорил. Нивелирует воспалительный процесс в легких. Ну и также мы продемонстрировали, что данный препарат является безопасным. И в настоящее время мы готовимся к проведению клинических исследований данного препарата. Еще одна важная патология аллергического характера, аллергического генеза, это атопический аллергический ренит. На сегодняшний день порядка 35% населения страдает от этого заболевания, доставляет большое количество неприятных таких моментов и снижает качество жизни. Я думаю, в аудитории есть, наверное, пациенты с аллергическим генезом. Но помимо дискомфорта постоянного, опасен также так называемым прогрессом аллергическим маршем. То есть также часто очень трансформируется в бронхиальную астму, которая, как я уже говорил, также является очень серьезным, очень неприятным заболеванием. Мы также решили создать ингаляционный препарат для терапии от аллергического ренита. И здесь мы как бы сделали некий апгрейд предыдущего препарата. Также добавили МИРНК, блокирующий интерлекин-13 в данную композицию. То есть здесь уже трехкомпонентный препарат МИРНК против интерлекина-4, 13 и катионные пептиды. Продемонстрировали специфическую активность. И в настоящий момент также заканчиваем проведение доклинических исследований данного препарата. Уже видим, что он, безусловно, безопасен и является перспективным для дальнейшего изучения в клинических исследованиях. Еще одна серьезная аллергическая патология – атопический дерматит. Хроническое аллергическое наследственное заболевание кожи с частыми обострениями. Но вы видите, что очень серьезные поражения, которые как доставляют физические страдания, так и, безусловно, и психологические пациентам. Существующая терапия эффективна далеко не всегда. И здесь также мы попробовали новые подходы, а именно создание кремов и мази на основе нанолгородного соединения. Это фоллерен С60. Он открыт достаточно давно и изучен, охарактеризован. И достаточно долгое время не мог использоваться в медицине, потому что был практически нерастворим. А нами удалось разработать и запатентовать простую, дешевую, что очень главное, нетоксичный способ перевода фоллерена С60 в водорастворимую форму. И опять-таки на модели атопического дерматита у мышей мы продемонстрировали, что данный препарат крайне перспективен в форме крема и мази для терапии аллергического атопического дерматита. Сейчас также подготовим композиции к проведению доклинических исследований. Ну вот, наверное, это все, о чем я сегодня хотел сказать. Хотел, безусловно, поблагодарить всех тех, кто активно участвовал в данных исследованиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok